А реформа городской системы здравоохранения должна пройти безболезненно для жителей Запорожья. Во время очередного обсуждения преобразования об этом заявил мэр Александр Сеин. На этот раз вопрос местная власть обсуждала с медиками центральной поликлиники Шевченковского района. В этот раз разъясняли принципы реформирования медицины в городе на примере поликлиники Шевченковского района. Здесь помощь оказывает более чем 120 тысячам горожан. В будущем, согласно реформе, больница будет подчинена области, но пункт первичной медпомощи останется на балансе города. На обслуживание пациентов это негативно сказаться не должно. Посмотрел. Это одна из лучших поликлиник нашего города. Хочу сразу успокоить всех жителей города. Ничего для вас не поменяется. Все будет работать. И вообще мы стремимся вместе с областной и государственной администрацией реформу сделать таким образом, чтобы люди не почувствовали никаких неудобств. То есть да, будет меняться административное подчинение, будет меняться финансирование из бюджетов, но люди этого не должны почувствовать. Люди должны почувствовать только улучшение. Согласно реформе, все больницы и профильная медицинская помощь перейдут в областное подчинение, как и экстренная медпомощь. На городском балансе останутся лишь пункты первичной медико-санитарной помощи, которая оказывается в рамках поликлиник и амбулаторий. Финансирование, которое выделяется на отрасли, большая часть, третья часть, больше чем треть, идет на первичный уровень. 10% на скорую медицинскую помощь, 30% до 34% это первичный уровень, то есть амбулаторно-поликлинический уровень. И 55% это второй, третий уровень оказания медицинской помощи. По словам городского головы, в Шевченковском районе поликлинику не только не собираются закрывать, но и наоборот расширять за счет института семейных врачей.